Приветствую вас. Я думаю, что самое главное, самое первое, с чего я хотел бы начать ответ на ваш вопрос. Это то, что никакие страхи перебарывать не нужно. Потому что об того, что вы будете стараться перебороть свои страхи, ничего хорошего не получится. Это я совершенно точно могу вам сказать, совершенно точно по опыту это я вам могу сказать. Но у страхов всегда есть причина. Например, это определенные желания. Желания могут быть вашими. Желания могут быть необязательно вашими. То есть желания могут быть чьими-то другими. Например, желания могут быть того же вашего мужа или тех же ваших родителей. Вот. Короче, глаза со страхом бороться не нужно. Страх нужно раскрывать. Это может быть и ощущение угрозы определенной. В частности, вот это вот может быть та угроза, которую вы как раз описывали. То есть что будет с детьми и так далее. То есть это может быть та угроза. Важно, чтобы вы не боролись со своими страхами, а чтобы вы старались их раскрыть. И только через раскрытие ваших страхов, только через раскрытие может быть осознавания каких-то моментов, связанных вот как раз с тем, что вы чувствуете, с тем, что вам нужно, с тем, что вы ощущаете и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поможет, поможет как раз-таки грешить ваши проблемы. То, что вы сейчас пытаетесь подавлять свои страхи, пытаетесь с ними бороться, это очень как бы деструктивный путь. Просто потому, что подавляя свои страхи, вы, в общем-то, как бы, ну, именно себе, именно себе, вы ничего не даете. А, только лишь закрепляете, я бы сказал, что закрепляете определенную деструктивную модель поведения. Да, то есть, это вот именно, что модель поведения, ну, например, при которой вы себя управляете. Следующий важный момент – это чувство вины, безусловно, и чувство вины – это, ну, в данном случае, то, что, пожалуй, является одним из основных, то есть, это вот именно некая такая невыраженная, я бы сказал, агрессия по отношению к, например, тем людям, которые вас подавляли, в частности, затрат, да. Это вероятно довольно авторитарные родители, вероятно, я, конечно навереко, этого не знаю, но разно PavelaNodka, вероятно, это, довольно-то, ну, такие достаточно властные, властные родители, вот, вот. такой вот достаточно, ну достаточно важный получается момент. Следующее, это страх уйти, да, почему вы боитесь уйти, ну глобально, почему это происходит. Ответ достаточно прост, потому что вы не доверяете себе, не доверяете себе от слова никак. Доверяйте себе, конечно, в данном случае вполне логично, ибо в начале, в начале вы, образно говоря, убегали от своих родителей, убежали от одних родителей к другим родителям, то есть это ваш муж соответственно, и совершенно нормально, что как бы не получалось у вас, значит, по треку, наверное, пожить одной. Это вот один из таких главных моментов, что вы не были одна, что вы не жили одна, что вы не привыкли одна, ну как бы, находиться одной. Вот. Вот. А это очень важная сторона, потому что если вы одной никогда не были, то и соответственно доверять себе вы тоже не не привыкли. Поэтому очень важно, я бы сказал, очень важно исследовать ваши чувства, очень важно исследовать ваши именно интересные переживания. Например, посмотреть, чего вы хотите, например. Смотреть, что вам нужно, например. И учиться это выражать, потому что это достаточно важно. Полагаться на себя, точнее, для того, чтобы полагаться на себя, это, ну, едва ли не основной, то есть это едва ли не один из основных моментов, один из основных, скажем так, на что вам нужно обратить свое внимание. Вот. И до тех пор, собственно говоря, пока вы не научитесь себе доверять, да, то вот так уж вы и будете бояться, ну, по сути, уйти в свободный план. Конечно же здесь и самооценка у вас занижена, да, и есть проблематика в личных границах, да, и есть ощущение, что вы должны, то есть как бы, вот это как бы, ну, невооруженным достаточно взглядом очевидно, что у вас довольно сильно выражено вот это чувство, ну, чувство долга, я бы сказал. То есть прям будет ощущение, что я должна, что я обязана кому, 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 я обязана еще и своему мужу, собственно говоря. Вот. То есть, то есть вам, вам, вот это, вот это ощущение, что вы должны, оно на самом деле очень мешает. Вот. Ну, как бы, эээ, совершенно очевидно, да, что эээ, ничего хорошего эээ, не может получиться, если ээээ, руководствоваться именно, вот, ээээ, тем, что вы должны отчислить в соответствовать требованиям. Другой вопрос, эээ, откуда эта позиция, что вы должны соответствовать с ожиданиям других людей, в частности ваших мужа и в частности ваших родителей? Это уже, эээ, совсем другой вопрос. И что будет, если вы, ээээ, что будет, если вы не станете соответствовать этих требованиям, что произойдет в таком случае? Вот это, на мой взгляд, эээ, прям очень эээ, такая вот, животрепещущая, что называется, тема, эээ, для вас. Потому как, ну, эээ, совершенно очевидно, что вас это волнует, и, и, как бы, на это необходимо обратить ваше внимание. Вот, ну, эээ, просто, потому что это всё является такой, вот, я бы сказал, составляющей счастью, вот, составляющей счастью того, что вы делаете, того, что определяет вашу модель, в том числе, поведение. Ну, так, по крайней мере, это видится мне. Я, безусловно, не буду утверждать это наверняка. Вот. А, значит, ну, наверное, наверное, на этом можно закончить, пока что. То есть, в принципе, основные аспекты я выделил, значит, первый аспект, это, это, эээ, недоверие себе, то есть, вот, вы вообще, в принципе, на нем никогда не жили, да, и не полагали только на себя, и, соответственно, привыкли к тому, что, эээ, рядом с вами кто есть. Вот это вот недоверие себе, некое обесценивание себя. С другой стороны, это не совсем адекватные, адекватные требования к себе, опять же, опять же, вот, неадекватные требования к себе, они с чем-то так же связаны. То есть, ну, вот, именно, есть у них, у неадекватных требований к себе определенная природа. Природа, это необходимость, это необходимость, эээ, удовлетворить потребность, желание другого человека, эээ, вот. Дальше идет, эээ, значит, ну, неуверенная в себе, определенная, определенная проблема с, эээ, личными границами, безусловно, вот, это, ну, само собой разумеющаяся, вот, и, эээ, чувство вины, эээ, которое необходимо преследовать. Собственно, эээ, я не думаю, что, эээ, выходом, ну, вот, таким, по-настоящему, эээ, хорошим выходом, эээ, из вашей, эээ, ситуацией, эээ, является именно, ну, развод. Я не думаю, так, именно, что, что, развод вам поможет. Я думаю, что, эээ, помогло бы вам, как раз, такие, эээ, постепенно, 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 взять на себя все больше и больше ответственности за обеспечение, ну, эээ, собственное обеспечение там, и так далее. За, эээ, например, хотя бы, эээ, повышение знаний о своих правах, потому что сейчас вы не очень хорошо понимаете, на что вы имеете право, и прочее, 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 и так далее. Вот. Это было бы здорово, потому что резкий переход, например, если вы уйдете куда-то, ага, он может вас, во-первых, травмировать, во-вторых, ну, один раз вы уже, эээ, один раз вы уже сбежали от своего, от своих родителей, точнее, и прибежали к мужу, к мужу, остаться не свободны, ну, где гарантия, что, если вы сейчас опять сбежите, вот, то опять не встретите кого-то, кто будет обходиться с вами еще хуже. Поэтому очень важно, чтобы, эээ, те ошибки, которые вам уже совершались, чтобы они не были больше совершенно. Вот. А чтобы этого, соответственно, не произошло, вот, важно все делать постепенно, и, эээ, чтобы вы не убегали, а чтобы вы именно уходили. Уходили. Вот. А не убегали. Ну, я надеюсь, вы, эээ, понимаете разницу между, эээ, этими категориями. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Ээээ. Фурун.